ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ А после того, как началось строительство горно-обогатительного комбината, в городе ускоренными темпами развивается инфраструктура, возводятся новые микрорайоны и назрела острая необходимость в приобретении и хранении пожарной лестницы. Строительство нового депо позволило решить вопросы размещения техники и создать условия для эффективной работы спасателей. Слова благодарности на церемонии открытия адресовали открытому акционерному обществу «Беларусь-Калий», которое оказало помощь в строительстве депо. А в Мозоре накануне праздника сразу три открытия. Это многоквартирный дом, где жилье получили многодетные жители города и семьи, воспитывающие детей инвалидов. После реконструкции посетителей также принял обновленный Центр детского творчества. Глава региона Геннадий Соловей обратил внимание, что только за последний учебный год воспитанники центра завоевали 90 наград на международных, республиканских и областных конкурсах. Новое современное условие – прекрасный стимул для дальнейшего развития. Губернатор вручил учреждению сертификат на 20 тысяч белорусских рублей. Еще 10 тысяч передали от райисполкома. Еще один важный для подрастающего поколения объект – специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер 2. Средства на капитальный ремонт были выделены из областного и районного бюджетов. Использовались и деньги, заработанные школой на оказании внебюджетных услуг. Здесь продолжат развивать такие виды спорта, как борьба, тяжелая и легкая атлетика, а также акробатика – среди учащихся с дюшер победители и призеры соревнований всех уровней. А теперь здесь могут тренироваться и люди с ограниченными возможностями. Инновационный подарок к празднику получили жители рабочего поселка Большевик Гомельского района. Здесь состоялось торжественное открытие двух домов. Причем один из них строился по уникальному проекту, который предусматривает автономную электрокотельную. Это первый в области дом с электрической системой отопления и подогрева воды, и первый в Беларуси с электрокотлами в подвальной части жилого здания. Строительство подобного жилья ведется с целью использования ресурсов Белорусской атомной электростанции. С ее вводом и увеличением выработки электроэнергии в регионе планируется расширить количество подобных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. В Жлобине 7 ноября открыли историко-краеведческий музей. Учреждение получило новую жизнь и новую прописку в здании бывшего детского сада. После масштабной реконструкции его не узнать. Подробный сюжет о созданных для сотрудников и посетителей условиях, а также о новых экспозициях музея смотрите в конце выпуска.